Друзья, наикрутейшая игра Stellium от компании Фабрика Игр, которую вы сейчас увидите в летсплее, доступна для предзаказа уже сейчас. Игра появится в продаже с 30 ноября 2017 года, и чем раньше вы закажете игру, тем меньше она будет стоить. Приятного просмотра! Видео создано при поддержке ресурса Geek Media, все ссылки в описании. Снова приветствуем вас всех в полевом, твоем, игровом. Сегодня мы поиграем в игру под названием Stellium. Ведущий у нас, бессменный нашей поездки в Москву, это Юрий. Всем привет! Geek Media. Играем вчетвером. С нами Мамед, Марина, Юрий и я. Юрий, пожалуйста, расскажите нам правила. Итак, это очередная игра от компании Ankamma. Которая в очередной раз тоже выйдет на русском языке скоро. Идея игры следующая. Зарождается Вселенная. И должна быть одна сущность, которая будет ответственна за создание всех галактик и Вселенной в целом. Ей станет один из нас. Он станет величайшим творцом Вселенной. Но, чтобы определиться, кто из нас достоин, мы будем зарабатывать различные очки, устанавливая различные небесные тела во Вселенной. То есть, все это поле называется Вселенной. И у нас есть вот эти кружочки двигающиеся. Это галактики. Что у нас еще есть на травмополе? У нас есть черные дыры. Это такие вот дырочки, отмеченные черным крочком вокруг себя. И есть четыре вида небесных тел. Это все разные шарики. Они тактильно разные. То есть, например, голубой, это комета. Он такой шершавый. Есть звезды, они с пупырышками. Еще были шершавые, я бы сказал. Нет, они с пупырышками. Есть самый главный шарик, Зеленая, это планета. И есть неровный шарик, это сверхновая. Изначально в каждой галактике, вот в этой круглой, выставляются, отмеченные таким элементом, по четыре разных небесных тела. Что мы будем делать? Каждый ход, каждый игрок, вот это соко-мешочка, будет на ощупь как можно быстрее, обычно дается на 5 секунд, вытягивать один из шариков себе. И после этого размещать его на любое место, свободное на игровом поле. Если он размещает розовый шарик, это сверхновая звезда. Он ставит его в любое место, которое нужно, например, сюда. И любой другой шарик, который соседний с черной дырой, передвигает в черную дыру. То есть, например, поставив сюда сверхновую, я могу вот эту планету загнать в черную дыру. Или, например, могу вот эту комету загнать в черную дыру. А, только ближайшие к черным дырам, то есть вот в этом радиусе, да, получается? Да. Здесь можно видеть, что они разделены линиями специальными, чтобы было удобнее. И просто можно отмечать соседние небесные тела между собой. Итак, сверхновую, понятно, все, да? Дальше сейчас научу попробовать, что это планета. Мы очень долго мучились над переводом того, как делать планету понятной, потому что механика у нее вызывает вопросы у некоторых игроков. Но я сейчас объясню, и все будет сразу понятно. Смотрите. Я ставлю планету в любое место на поле. После этого выбираю любую другую планету, кроме этой. И меняю ее местами с соседним небесным телом, которое есть. То есть, поставил сюда, вот эти два поменял местами. Понятно, да? Или, например, вот это вот, вот с этой поменял местами. Ну, понятно. Все очень просто. В рамках одной галактики? Нет. Вот, например, у нас, как показать, да, вот здесь вот поле. Можно вот так вот поменять. Но только не ту, которую, соответственно, мы поставили. С этим все ясно. Так. Так, комета обладает специальным правилом. Это единственное небесное тело, которое не выставляется на пустую клетку. Да. Не выставляется на пустую клетку. Она ставится на место другого небесного тела. Я, например, говорю, что вот она встанет вот сюда. После этого я выбираю направление, в котором все небесные тела в одной линии оттолкнутся. Нет. То есть я, например, поставил сюда и говорю, толкаем в эту сторону. Это сместилось сюда, это сместилось сюда. Комета встала. Так они двигаются до тех пор, пока не займут пустую клетку, или одно из небесных тел не будет выдохнуто за пределы Вселенной. То есть, например, я бы сказал, что я буду двигать планету в эту сторону. Свет снова у нас улетит и вернется обратно в мешочек. Это подвинется сюда, а планета встанет на это место. Ясно, да? Из черных дыр можно так ему подтолкнуть? Да, без проблем. Черные дыры — это обычная точка на поле. И звезда. Если я ставлю звезду в любую галактику, я могу повернуть всю галактику как угодно, но не более чем на 359 градусов. Мне надо сделать это так. Я не могу сделать полный оборот, чтобы она стояла так же, как стояла до этого. А, понятно. Надо, чтобы всегда... То есть она должна измениться? Да, она должна измениться. Таким образом ставлю. Для чего мы все это делаем? Все очень просто. У нас есть такие вот карточки заданий. Они бывают двух типов. Либо она заставляет тебя поставить какую-то фигуру. То есть, например, сооружить ромбик, чтобы у вас было два желтых небесных тела, два синяя небесных тела. Именно в такой комбинации. Или она заставляет вас сделать так, чтобы небесные тела находились в определенной точке. То есть, например, вот это говорит, что в центре галактики у вас должно быть розовое тело. Здесь еще есть цифры по краям. Обычно вот эти вот карты говорят о том, что, если, например, розовое тело одно и вы решили зачитать, например, здесь, да, вы получите всего лишь одно очко. Положите его вот так, одним очком вверх. А если было бы два, то вы уже повинулись бы вот этим уголком и получали бы больше очков. Три еще больше, четыре еще больше. Или, например, вот такие, которые говорят, что не в центре галактики, а что именно на таком элементе, вот они, должны стоять синие небесные тела. Ход происходит очень просто. Каждый ход вы должны вытянуть одно небесное тело и разместить его на галактике, сыграть его специальные свойства. После этого вы имеете право зачислить все свои задания, которые у вас есть, вы будете забирать себе руки. И в конце самого хода вы можете выбрать новое задание себе. Забрать его себе в руку. На руке у вас может быть одновременно не более трех заданий. И есть еще небольшой момент. У нас есть такие вот фишечки. Они будут картонными в потоковой игре. Это специальное действие, которое позволяет вам заменить спецсвойства небесного тела. То есть, например, я сыграю звезду, сбросив этот жетон, она считается как планета. То есть она будет желтым небесным телом. Но при этом действие у него будет как у планеты. Я поменяю другую звезду с ее соседним небесным телом местами. Если вы не потратите штучки, они дадут вам каждую по одному очку в конце игры. Побеждает тот, кто первый наберет 30 очков на человека. Я хотел добавить, что выполнять задания мы можем несколько последовательно с руки. И когда мы выполняем задания, мы убираем эти тела, которые здесь нарисованы, за исключением одного. Ну то есть, например, я построил линию из трех синих тел. Из трех убираю два. Два убрала, одно осталось. Оно осталось. Оно осталось, но свой выбор, любое остается. И, кстати, у меня вопрос, что делать, когда оно одно. Оно не убирается совсем? Да. Остается. То есть, я просто выполняюсь. Вот и до трех можно их держать на руке и можно их, соответственно... Да, все три выполнить и потом в конце будут их взять новое. Или можно, если не хочу, допустим, выполнять какое-то, я могу его отбросить и взять новое. Все, давайте начнем. Игра так сильная. Давайте я подумаю, что мне можно было взять. В зависимости от того, как участвовать. Один. Два. Три. Я взял сверхновую. Помещу ее в центр галактики. И из-за ее свойства затянул вот эту комету сюда. В конце своего хода я возьму себе квест. Давайте. И открывается новая. Открывается новая. Так. У нас все синие, завязанные на фигуре. Я могу сразу взять квест и выполнить? Нет. Мне кажется, это самый последний дизайн. Квест берется в конце хода. То есть, мы сейчас просто вытаскиваем. Раз. Два. Три. Просто рандомная. Что? Рандомная. Все понятно. Я ставлю ее. Юрий взял самое простое задание. И сразу постарался выполнить. Да, и уже подготовился. Но вы же можете мне мешать. Вы же помните, какое у меня задание. Да. Активируешь зеленую. Меньше и меньше сами. И берёшь здание. И новое открывается. Они закрыты, правильно? Но ты их держишь, чтобы никто не видел. Мы их видели, мы помним. Мы запомним, в чём тебе мешать. Так, Марина. Вот, можешь помочь кому-нибудь. Вот смотрите, видите, вот это задание? Пояснём, как оно работает. У него нарисованы галактики, и, соответственно, два этих шарика должны быть в разных галактиках, при этом быть соседними. Я ставлю сюда. В какую сторону толкать будешь? В этом. Этот слетел, этот подвинулся, подвинулся. Что творит Марина? Всё прикралось в галактике. Сейчас смотри, мне испортило два раза. Да, 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 да. Всё правильно сделала. Брось мешочек. Там тоже самое простое. Окей. Ох, три жёлтых. Интересно. Так, поехали. Опять же, мы забыли сказать, что играем в прототип. Что игра будет выглядеть гораздо красивее и интереснее. Ну, я думаю, да, понятно. На самом деле она и сейчас шикарно выглядит. Прикольно. Шарики отличный на ощупь просто. Я вот сижу на самом деле. Щупал бы и щупал. Не играл бы, но щупал. Такой любитель пощупы шарики, да? Так, нас могут смотреть дети. Ну, мы можем это вырезать. Ну, это не точно. Ну, делать этого, конечно. Зачем заморачиваться, да? Блин. Кстати, почему-то мы можем переставить. А можно переходить. А Денис сегодня за операторским пультом. Я занял его место. В моём сердце. Как комета вытолкнула его из галактики. Да не, я шучу. Я просто хотел вставить одну реплику, как невероятно круто просто снимать и не париться. Правильно ты играешь или нет? Просто наслаждаешься съёмкой. Фил, а тебе, наверное, круто просто играть, да? Мне круто просто играть. Я очень наслаждаюсь поездкой, потому что Денис отвечает за аппаратуру. А я просто играю. А я люблю показывать игры. Да. Смотрите, все сидят и получают удовольствие. Попробуем. Мы не слышим, что думают об этом моменте. Так, открыли новое. Мы не снимаем никогда ничего. Я буду пытаться вытянуть синий шарик, чтобы исправить всё, что не испортил. Кстати, хочу сказать, что здесь в памятке указано вообще общее количество этих шариков вместе с мешочкой. Вообще в игре сколько их бывает. Их разное количество. Давайте, смотрите, читайте мне. То есть можно примерно прикинуть, сколько там лежит синих и лежатых шариков. Это никто? Три. Вот это он. Во! Синий. Я бью сюда. И возвращаю обратно. Выполняется своё задание. Да, я получу свои два маленьких очка. Ну, наверное. Вот так вот. Там зум иногда проверьте. Давай вверх. И сбросим один. Давай сбросим вот этот. И могу взять новый класс. Могу забирай. Я выберу себе, чтобы не сделать такой. Я вот заберу вот от себя. Считайте. Раз, два, три, четыре, пять. Все вынул. И то. Так всегда и бывает. Вот это вот накаляет, да? Придавай мешочек куда положено. Это была одна игра. Мы в ней играли как раз когда тестили. Я каждый ход пытался вытянуть зеленый шарик. И меня с него вытягивал синий. Синий, да? Закончилось всё тем, что когда мне понадобился синий, я вытянул меня с него зеленый. Вот сложно, да? Вот это вот пространственное мышление нужно хорошее. Я ещё можно добавлю про само исполнение поля? Насколько, опять же, мы сегодня опять нестандартную игру смотрим, да? Вот эти круги, которые, ну, я не знаю. Я ни разу такого поля не составлял. Да, оно измельчает компоненты, да? Да, да, и всё вращается. Да, прикольно. Ну, как, да. Необычно, по крайней мере. Необычно. Я могу вот эти менять. Да, может быть. В разных галактиках. Ты берёшь соседние и активируешь зелёный ряд. Спасил, давайте, поеду и мать. Зачем спрашивал? Не, просто я думал насчёт них, но... Любые, любые. Задание будешь выполнять? Нет, к сожалению. Тогда хоть мой. А, я могу взять задание. Ты можешь взять, да. И стараться выполнить хоть два в следующий раз. Три зелёных в ряд, ух ты. Это не очень сложно. Да. Так. Ты бы не можешь выполнить, да? Да, сейчас. Зелёный с каким-то соседем, да? Да. Любой другой зелёный с каким-то соседем, да? Марина всем пытается навредить её стратегия. Я понял. Правда. Правда-правда. Она забирает твоё задание. Ну, не то, что задание, но... Ты это можешь выполнить, которое у тебя лежит? Нет. Тогда забирай просто новое себе и жди следующего года. Ну, я тебя буду встретить. Ну, естественно. О, это просто в центре, да? Просто в центре. Жёлтый кубик. Одна стоит. Ну, одна стоит. Так. Подождите, я ещё не залез. Жёлтый. Он... Два. Три. Жёлтый шарик назвал. Кубик. Пять. Евро игрок. Да! А, ну я не могу его поставить куда мне надо. Почему? Потому что Марина! Ну, ты сюда поставь. Ну, это уже... Какая-то ради центр какой галактики стоит? Нет, это другое задание у меня. А, другое задание. Ведущее, да. Мне надо три жёлтых в ряд. И я вот как раз подготавливал для себя. Вот Марина. Марин благит. Все обморяли. О! Так вот! Ага, ну я должен буду повернуть. Да. Блин! Как всё непросто, да? Слушай, а если вот так? Так. И мы повернём вот так. Вот, смотри. Ты уже начал пространственно мыслить. Или вот так. Всё, ты всё сделал. Всё, я выполню. Всё, кроме одного сбрасывай. Ты такой хитрый. Так. Новый выбор, Костя, пожалуйста. Ага, точно. Так, что я там должен сделать вот так? Всё на жёлтых завязано, блин. Да, надо сделать. Так, 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 так. Вот так вот. Так, а что я с этим собирался сделать? А, вот что собирался. Смотрите-ка. Так. Вот эти мы две поменяем местами. Выполним мы вот этот квест. Тулачка. Тулачка. И возьмём вот эту. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да им туда ты шарики отдаёшь все. Он просто не даёт ей... Он расстраивается. Ха-ха-ха-ха. Так. И затащил. Так. Я не могу здесь, да, что-то? Да, можешь здесь что-то. Это как раз будет твоё последнее задание, из которого ты можешь держать. Это будет твоя последняя миссия. Как ты вытаскиваешь их? Я не могу понять, какие они на ощупь. Потрогай. Так потрогай. Ну, потрогай чужой. Надо было в начале игры просто все пощупать. Так, я ставлю это сюда. Так. Я думаю, это не запрещает. Куда толкаешь? Туда. Вот так, да? Да. Так. Так. И выполняем. Потому что нет только летсплей без видеоряда. И пусть догадывается, о чём лечь. Ха-ха-ха-ха. А, так. Выбери, какой останется на поле. Ух ты. Это достаточно. Три очка. Сбрасывай. Три очка. Сбрасывай. И сюда любую другую. Смотри, Марина быстро разобралась, что здесь надо делать. Ну да. Нет, это вот просто не берётся. Зелёная. Так. Зелёная. Блин. О, хорошо. Ставлю. Нет, ничего хорошего. Да. Блин. Вот эти штуки ещё есть. Точно. Совсем не забыла. А в руках больше трёх нитля держат? Да. Ладно. Вот так. Активирую вот эту. Угу. У меня вот так. Угу. Хочу выполнить задание, вот в центре, чтобы стояли жёлтые. Их два. Да. Всё правильно. Владимир, а это? Двойка и один. Так. А, и задание должен взять? Да. Как вы мне все испортили? Так мы такие. Новое-то открой. Мы такие. Как бы все испортилось, прям, обстановка на поле. Ну ладно, это, видимо, я в этот ход не построю. Будем пробовать другое что-нибудь построить. Синенькая. Дарим вот это сюда. Кометы самые популярные, да? Раз. Два. Три. Четыре. Достал таки его! Вот их же нужно было пощупать. Что мне он нужен? Я теперь планету искал. А планет, посмотри их там. А нет, планет больше всего, поэтому... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Там три планеты. Ой, две. Две планеты. Я хочу использовать его и использовать как свойство планеты. Сбрасываю планету. Планету я сбросил, ставлю его сюда. И другой синенький меняешь чем-то местами. А, синенький. А, синенький. А если он ставится и толкается, он сам остается на месте, да? Нет, ты его ставишь на другое место, на чье-то место. А, типа я ставлю сюда? Да, и все толкнулись, да. А, ну допустим, я поставлю сюда. И столкнулись, да? А, сюда толкнулись. Окей. И выполняю что-то. Чё-то, чё-то выполняю. Раз. Ага. И раз. Угу. Оставляешь... Стоп, давай сначала первое. Да, сначала первое выполни первое. Ты должен убрать два, оставить один. Ну, допустим, вот так вот. Угу. И, соответственно, второе. Шарик во мешочек. Да. И второе тоже. Два убираешь, иставляешь одно. И заработал сразу семь очков, да? Восемь, неплохо. Восемь даже. Хорошо. Беру, беру, беру. Долго к этому шоу. Ох. Немножко и год. Пятюрочку. А я могу задание сбрасывать и брать? В конце хода можешь одно задание сбросить и взять другое. Я беру задание куда-нибудь сюда. А, нет. Я же его просто поставил. Поворачиваю. Куда-нибудь оно что-то не вернется. Пополняем эти задания на два. А, вот это, да? Да. Блин, вот Марина. Все все портят, да? Ну, не, не совсем. Мне прямо тут два задания. Все, можно? А я? Да, да, да. Четыре. Четыре. Пять. 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 Да. Ну, конечно, четырил немножечко, я не отрицаю. Пять. Кстати, а там ничего не сказал, а можно себе помогать второй рукой? Нет, ты одной рукой типа хватаешь или все? Ну, в мешочке я держу одну рукой. Ну да, в мешочке я держу, все это ставлю. Да. Так, ну окей, я столкнул, значит, вот этот и выполняю. Да ну нет, все мои зеленые забрали оттуда уже. Да, выполнил, выполнил. Ну, один тест там. Да. Только мне уже не нужен один. Зачем? Не один. Так. Возьмем мы... Что-нибудь попроще, наверное. Что-нибудь попроще. Значит, в красных, да? Сверхновые должны в красных лежать. Сложно. Ладно. Вот этот синенький. Это не он, не он, не он. Вот, синенький. И втаж его сюда. Подвинули. Засчитали квест за два. Раз, два. Оставим мы вот этот. Так, что у нас взять-то можно было? Интересного. Угу. 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 Да, вот этот возьмем. Раз. Два. Три. Уже никто не считает? Ну, я сам считал. Момент просто честный. Все уже просто нащупались. У всех просто уже в голове своей мысли не до счета. Там, шарь, выбирай все, что ты хочешь. Блин, я зря это задание взял, конечно. А там чего-то хорошего вообще нету. Ну, фигуры эти, вот это вот вообще для меня какие-то, блин, нереальные. Очень сложно. Угу. Ну, ладно, я поставлю сюда. Угу. Поменяю местами, допустим. Блин. Вот эти вот. Хотя немножко красный взял. Вот эти. Угу. И взял зеленый. А, я пополняю квест вот этот. Три. Окей. И беру в центре зеленых. У вас про шарики дыри в шарики, да. Сбрасываю, сбрасываю я. Аналогично, только три желтых. Сейчас надо подумать, надо подумать. Ну, пусть будут вот эти два. Угу. 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 Ставлю сюда, поворачиваю. Угу. 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 «Чёным» считают? Ну да ладно. Синий. Блин. Зачем я его взял. Он пригодится фон. Угу. Так. Ну так, ладно. сейчас подумаем а ну ладно и выполняю не хочу его долго держать красные в красных один один да вроде один так и возьмем 4 4 сильнее проще всего играть давайте кого никуда не стукнем а можно я его стукну так вот сюда бычь и возьмем и тут хотел розовый один два три монетка 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 поставим планетку монетку поставим с кем-то меняться мы ставим здесь например меняемся задание выполнять не буду я взял ух ты прекрасно 5 ничего себе элементарно ну да как-то слишком просто ставлю это сюда вот это все покажется и беру сейчас какую вот такие вещи долго не лежат я хожу да да не не добыть сейчас я немножко подумаю если позволите Надо пальцы наждачечкой подтачивать, чтобы таксинность увеличивалась. Я их нелегко различаю. Везет тебе. Там крема всякие, наверное, на пальчики. Тренировалась, да? Да. Посуду чаще мать. Я считаю, что это допинг. Посуду чаще мать. Это допинг, да, надо исключать. Она должна тогда шарик убирать через мешочек, вот так зажала в мешочке просто. А, кстати, вот достала. Медитативная игра. Я смотрю на это и медитирую. Вот так вот, да? Очень красиво. Что ты мне все время все портишь? Я не только тебе порчу. Нет, исключительно мне, мне кажется. Нет. У меня было все так хорошо. Так, надо что-то взять. Надо что-то взять и возьмем мы... Дайте мне мешочек, пожалуйста. Пожалуйста. Не оно, не оно, не оно. Вот оно. О! Достал. Так. Где у нас тут черные дыры волшебные? Куда вообще затянуть-то? Да, мы сумку сюда вот затащим. Так, я выполнил. Блин, я тут пытаюсь сорвать и это задание из трех красных планет. Три розовых. Вот эти две уберем. Надо больше там просто. И возьмем все на три желтых. А что у него здесь задание? А, все, все, нет. Убрал красные там, потому что все в порядке. Зеленые. Зеленые. А ты одну сутку использовал? Нет. Он не использовал, он передумал тогда. Хорошо, я думал зеленые, какими меняем цветами. Блин, а что ж мне надо было использовать? Я вообще забыл про это. Это очень полезная вещь. Вы мне все ремпортите. Четыре очка. Из этой штуки как раз. Я мог пять очков тогда заработать. Уже не могу. Не пять? Может, это четыре? Ну, четыре, да. Пять заработать, один потерять, да. У меня три карточки. Я, наверное, сброшу и возьму. Брасывай. Нет, не сброшу. Не сбрасывайся. Это сложно, но можно попробовать. Ну, как тебе такое, Ева? Нормально. Вообще шаг. А крутить? Да, крутить. Ну, какая разница? Да, это можно... Не, но все равно это окажет влияние. Обязательно, да. Вот так вот. Засчитала. Оставляй два. Ну, два, в смысле, забирай. Я не знаю, что теперь делать. Плакал. Чего у меня не складывается? Ох ты ж, ё-моё. Семь? Да. Это сложно. Это сложно. Это сложно. Так. Чего у меня там? Угу. Я всё придумал. Отлично. Как вас победить? А, окей. Так. Активирую вот эту. У меня вот. Угу. И ничего не выполняю, а беру задание. Отличный план. Ну, он такой, очень сложный. Мне нужна синяя или зеленая. Соответственно, главное не вытащить розовую. Ох. Зелененькая сюда. Что у нас там есть, чем помочь потом на дальнейшее действие. Так. Вот так поменяли местами. И засчитали вот это. Раз, два, три убрали. Так. У меня держим. Надо ещё что-то взять. Возьмём вот эту штучку. Так, мне нужна зеленая. Зеленая, зеленая, зеленая. Зеленая. Так, одну мы делали, мне надо ещё что-то сделать. Сейчас. Ну, это я по-моему подошу сюда. Угу. Теперь мы местами поменяем, да. И хочу засчитать вот эти четыре штуки. Ничего себе, вау. Раз, два, три, четыре. Да, три убирай. Три убираю. Убираю вот эту. Убираю вот эту. Вот эту. Это не с того ты убрал. Угу. Вот эту. Да, да. Осталось раз, нет, раз, два и три. Надо две еще из них убрать. Еще одну. Да. Закидываю мешочек. И хватит себе нужной стороны вокруг. Так, нужная шестерка. То есть это получается просто одиночные зеленые. Да, но они стоят в ледных местах. А какие там места? Вот по зеленым отмечены, да. Со звездем зеленым. Не так же просто, на самом деле. Да, мне несколько раз портили. У меня было два, было три. А, ты ждешь, короче, да? Выждал, сидел. Понятно. А я кометами могу выбивать только в галактиках? То есть я не могу в черную дыру кидать кометы? Нет. В черную дыру я вообще, в принципе, ставить не могу. Да, то есть... Ставить нельзя в черную дыру? Нет, нельзя. Подвозь систему. Размещение только... Забалансить, Марин. Нет, я не могу. Там хватает. А. А я могу скинуть, да. Алина. Ну, я вытащил. У меня это было. Куда скинулся? Смотри, это не только один. Ну, она типа убирается в коробку, то есть выходит из игры. Скажется. Так, есть. Тыщ. Ну, покрутимся, конечно, для вида. Ааааа. Вот это было ненамеренно, если что. Это было ненамеренно. Вот, четверочка. Да. А уберем? Давай, берусь. Давай, берусь. Вот так. И возьмем... В общем, здесь нет. Я не брал. Марина, ты решила взять? Я не брал. Да, пусть я. Аааа. Ух ты. Три. Вот это, мне кажется, легкое. Или не очень. Ладно, была не была. О, вот это простейшее. Что же мне теперь делать-то? Когда ты так все испортил. Хе-хе-хе. О! Рожку будет. Мы будем пытаться вытянуть розовый. Раз, два. Не то. Не то. Давай сюда уступим. Задание будешь видеть? Да, видимо. Хочешь заканчивать сам. Что-то я никогда не построил. Господи. О, нет. Угу. Блин, кометы все на поле. Все вообще? Ну, десять если есть. Раз, два, четыре, 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 четыре. Да? Да. Синий потом днем. Печаль. Это значит, я не смогу вытянуть синий вместо розового. Логично. Ну, я ставлю сюда. Так. И что ты меняешь местами? Ну, чуть-чуть. Ага. Так, выполнять я ничего, наверное, не смогу. Но я, наверное, сброшу все-таки эту хрень. Потому что я ее никак не выполню. Заберу вот эту. Выкладываем. Понятно. Выполнила все-таки свое на пять очков задание. Да. Убирай. Так. Дверь. А, ну да. Затянуть кого-то в дыру. Сейчас. Включаю. А, нет кого-то. Сейчас возьму. Ух ты. А, ну это уже... То есть, сейчас у нас активировался последний ход. Да. То есть, мы все еще ходим по одному разу, игра заканчивается. То есть, я... Это мой последний ход, получается? А, ну... Мне уже совершенно без разницы, что делать. Поэтому я буду вам вредить. Ваши задания все равно не помню. Я первый игрок был. А, все. Ты последний ходишь, да? Я вытащил. Да. А ну-ка, может быть, у меня что-то тут... То есть, мы уже ничего не выполним. Да, как-то раньше мне казалось, что около-то было побольше. О! Я выполняю! Да! Тадей! Так, я что-то выполнил. Да. Действительно выполнен. За 6 очков задания. Ну, я его, блин, в последний момент заметил. Ого! Ничего себе тогда. Так вот это вот я накидал. Да, надо было тогда выполнять задание. Все, давайте считаться. Мне кажется, я победил. Но мне только кажется. У меня 4, 6, 10, 13. Мне чуть-чуть не хватило, чтобы вот это вот я сюда поставил. 10, 14, плюс 6, 20. Не, а я два задания выполнял. Марина, главный конкурент. 11, 16, 20. А, нет, я эти не посчитал. У меня тогда 24. Молодец. Я могу доказать. Класс. Хорошая игра. Спасибо за игру. Я, честно говоря, не ожидал, что выиграю. Потому что в голове была полная каша. Вот немного... И в последний момент я чисто, знаешь, как такой знак. Короче, смотри сюда, на поле. И вот я увидел вот эту штуку. И желтый, кстати, это совершенно случайно достал. Прикольно. Мне понравилось. Давайте немножко мнения. Можем сюда... Ну, я уже, может сказать, сказал. Игра довольно абстрактная. Она, нет, не похожа на евро. Но по механикам, да. То есть это прям вот... Такое абстрактное евро. Ну, я не сказал, что она сильно абстрактная. Как бы это вселенная, это планета, небесные тела. Ну, для меня все, что такое... Это могли быть фишки. Которые обозначали мобильную парковку. Это могли быть лягушки там на болоте. Ужаска. Странные ассоциации, конечно. Вот. Ну, и она довольно такая вот мозголомная и молчаливая. Ну, есть каждый сидит, да? Да. У себя в этом роется. Но в то же время взаимодействие в ней проявляется вот то, что ты подсмотрел, что взял твой соперник. И, может быть, ты не выполняешь свое задание, но делаешь так, чтобы он не выполнил свое. Ну, мне она механически почему-то немного напоминает 5-3 или Яматай. Вот эта вот фишка с мешочком, в принципе, уникальная механика, которая добавляет ей вот изюма. Ну, сейчас вообще появилась мода на тактильные игры. Мне давно выходила какая-то игра, где как раз надо было на ощупь покажем. На тележке нарисовано. Не видел. Вот. И это вот еще один такой взгляд. Понравилось? Главное, что Марине понравилось. Любишь? Она яркая, красивая. Вот это здорово еще. Да. И это еще прототип. Ну, шарики такие же останутся, Игорь. Шарики такие же останутся, да. Вот. Такое получилось у нас видео. Я надеюсь, оно было вам интересно, было полезно. Спасибо большое вам за игру. С вами был Твой Игровой и Geek Media.